Друзья, здравствуйте, это Политека, меня зовут Анастасия Гусарева. Как обычно, мы с вами здесь встречаемся, дабы проанализировать все происходящее, понять, как те или иные события влияют на нашу с вами жизнь. Ну и так уж случилось, что мы с вами живем в учебнике по истории, нам надо понимать, куда эта история нас всех вместе приведет в конечном итоге. Ну и, конечно же, дабы правильно расставить акценты, найти ответы на сложные вопросы, в этом всем нам помогают наши гости, наши эксперты. Сегодня у нас в гостях народный депутат Украины Алексей Гончаренко. Здравствуйте. Здравствуйте. Не могу не начать с радостной новости для нас всех. Залужный подтвердил сбитие российских А-50 и Ил-22М. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил, что воздушные силы сбили два важных российских судна, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и воздушный пункт управления. Прямая речь заложенного следующая. Воины ВСУ Украины уничтожили вражеский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления противника Ил-22. Ну, он также опубликовал видео, как два самолета исчезают фактически с радаров. Тут же рос пропаганда, они сначала молчали длительное время, потом они начинают рассказывать о том, что оказывается, это вообще ПВО это все сбило. Как вы думаете, почему вот так легче признать, что ПВО сбило их же самолеты, нежели признать, что они были уничтожены воздушными силами Украины? Ну, во-первых, поздравляю всех. Действительно, это отличная новость. Это сравнивают с потоплением крейсера Москва. Да, но их самолетов меньше 10, А-50 у них 3, А-50 у россиян 6, то есть суммарно 9. И вот один из них уничтожен. Напомню, в прошлом году один был поврежден на аэродроме в Мочурищах. Мы не знаем там до конца сегодня его состояние. Возможно, он тоже не рабочий. Это очень серьезные потери. Плюс не забываем о том, что на таких самолетах работают лучшие экипажи с командой, которая ведет это радиолокационное слежение. А значит, там погибли еще и топ российские военные специалисты в этом направлении. Поэтому это очень классная новость. Всех поздравляю с этим. Что касается того, почему им проще признать friendly fire. На самом деле, friendly fire это тоже для них катастрофа. Если я представлю себе, что это так, то это тоже для них очень-очень плохая новость. Ну, конечно, видимо, им морально проще признать, что вот это они такие допустили ошибку, чем признать, что украинская армия способна на такие операции. Напомню, что это же буквально за последние несколько недель уже второй такой черный день российской военной авиации. В конце декабря одномоментно было сбито три Су-34 над левым берегом Херсонской области, когда они шли бомбить наш Плодздаром в Крынках и правый берег. И это тоже три Су-34 сверхзвуковых истребителей-бомбардировщика одновременно. Поэтому хорошие новости, дай бог, такое почаще. Ну и в то же время мы не можем не следить за тем, чем вооружается и вообще, что имеет в своем запасе противник. И вот сегодня глава МИД Северной Кореи прибыла в Россию. СМИ уже пишут о том, что может посодействовать усилению поставок оружия. Значит, Министерство иностранных дел Северной Кореи и его глава Чхо Сон Хуэй прибыла в Россию с двухдневным визитом. Эта поездка проходит на фоне обвинений в сторону Пхеньяна о поставке Москве вооружения для войны как раз-таки против Украины. Об этом пишет Блумберг. В сообщении отмечается, что Чхо будет находиться в России до среды. Это первая поездка министра иностранных дел КНДР в РФ после ее совместного с Ким Чен Ыном визита в страну-агрессорку. И тогда северокорейский лидер встретился с Путиным, который принял приглашение на встречную поездку в Пхеньян и усилил поставки вооружения. Чего нам ожидать от этого визита? Действительно ли стоит ждать того, что Северная Корея, несмотря на санкции, на запреты и все остальное, продолжит поставки ракет, а может и более какие-то объемные поставки вооружения? И как нам тогда на это реагировать? Очевидно, что есть какая-то зла, состоящая из России, Северной Кореи, Ирана, их сателлитов и союзников, их прокси по миру, которая, собственно говоря, ведет эту войну. И Россия получает оружие из Северной Кореи. Мы точно знаем о полуснарядах, знаем о ракетах для Градов. И мы уже знаем и о баллистических ракетах по типу Искандера, которые производятся в Северной Корее и тоже атакуют Украину. К сожалению, это тоже уже факт. Я думаю, что у нас, к сожалению, нет никаких оснований рассчитывать, что это военное сотрудничество и военные поставки Северной Кореи в Россию, что они каким-то образом будут остановлены, закончены. Ну, нет к этому, еще раз повторюсь, никаких у нас совершенно оснований. Поэтому нам нужно быть готовыми к тому, что это будет происходить. К счастью, Северная Корея, их потенциал поставок в Россию ограничен. Ну, например, такой самолет дальнего радиолокационного слежения или там командный самолет У-22 они поставить не смогут. Там высокотехнологичное и высокоэффективное ПВО тоже. И это хорошая новость. Но то, что они могут поставлять снаряды, ракеты, это новость плоха. К сожалению, ответить мы на это с точки зрения Северной Кореи ничем не можем. Они там под такими глубочайшими санкциями давным-давно, что тут мы ничего добавить к этому не сможем. Я просто надеюсь, что эти поставки будут подталкивать наших союзников активнее, поставлять оружие в Украине. Понимая, что здесь уже идет речь не только о России, но и о том, что активно привлекается военный потенциал Северной Кореи. Ну, а также, я считаю, это нам нужно активно использовать, чтобы наращивать сотрудничество с Южной Кореей. Потому что Южная Корея – это тоже очень серьезный производитель оружия в мире. Это страна, которая точно противник Северной Кореи. И это страна, которая, ну, в общем, так, старалась... Например, они там поставляли США свои снаряды, произведенные в Южной Корее, но отказывались их поставлять напрямую в Украине. А США получают в Южной Корее свои запасы, могло поставить их в своих запасах в Украине. Думаю, что нам нужно воспользоваться этой ситуацией, этим во всем плохом нужно находить, какие возможности это нам открывает. Я думаю, это нам открывает возможности по серьезному усилению сотрудничества с Южной Кореей. Это одно из самых развитых и высокотехнологичных государств в мире. Да, но верите ли вы в то, что эти поставки возможны без то ли прямого, то ли, скажем так, тихого одобрения Китая? И тогда, может быть, нам стоит смотреть в эту сторону? Да, вот я не слышала ни о каких серьезных дипломатических там историях, которые бы касались налаживания отношений или же установления более крепких отношений с Китаем. Да, возможно, если это сделать и заинтересовать чем-то другим, тогда Китай не разрешит этих поставок? Ну, к примеру, да? Ну, я не думаю, что Китай тут может разрешить или не разрешить. Я думаю, что эти поставки выгодны Северной Корее, выгодны России. Ну, а Китай, я не думаю, что здесь будет вмешиваться. Здесь, да, наверное, теоретически он мог бы это сделать, но это означает, это могло бы быть только, если уже Китай прям вот совсем на нашей стороне. К сожалению, я думаю, что рассчитывать на это нам не приходится. Китай своя игра, он, безусловно, в соперничестве с Соединенными Штатами Америки. И все, что ослабляет Запад, Китаю нравится. Поэтому я не думаю, что мы можем здесь рассчитывать. Кроме того, давайте не забывать, что сегодня между Китаем, тут роль Китая даже больше в другом. Тут поставки там этого северокорейских там снарядов. Это серьезно, но это тут самая проблемная для нас роль Китая. Это то, что Китай стал экономическим такой, знаете, кислородной линией для России. Реанимация, можно сказать. Потому что, ну это выгодно и самому Китаю, но именно на поставках в Китай энергоносителей и наоборот на поставках из Китая автомобили, электроники и всего остального держится сегодня российская экономика в значительной степени. И, к сожалению, вот это для нас имеет ключевое значение. Потому что то, что западные санкции не дали того результата, который мы бы все хотели, а именно просто поставить Россию на колени и принудить ее остановить войну, потому что она бы не смогла ее финансировать, это не произошло во многом благодаря Китаю и экономическому сотрудничеству России с Китаем и другими странами. И это для нас, ну азиатскими. И это для нас, конечно, очень серьезная проблема. А теперь что мы с этим можем сделать? Я не думаю, что у нас там сегодня есть шансы поменять, еще раз повторюсь, у Китая свои геостратегические интересы, и экономические серьезные интересы. Поэтому они не откажутся, я думаю, от этой политики. Но это не отменяет того, жизнь не заканчивается завтра. То есть сегодня мы ничего не поменяем, но нам нужно действительно пытаться найти общий язык и строить систему взаимоотношений с Китаем с тем, чтобы, может быть, через три, через пять лет мы могли каким-то образом там действовать. И когда Украина несколько лет не имела, например, своего посла в Китай, это, конечно, была совершенно недопустимая ситуация, которая, ну, очень странная. Ну, вот мы как бы сами оставляли это поле боя и даже не боролись с той же самой Россией. Нам нужно делать выводы из этого, вести работу, игнорировать Китай мы не можем. И нужно стараться установить отношения для того, чтобы, может быть, если не сегодня, то в будущем все-таки найти какую-то координацию с ними. Вот почему я затронула тему Китая. Значит, Россия как раз-таки пытается получить боеприпасы от Китая, об этом заявил генерал-майор Вадим Скибицкий. «Россия завозит через территорию Китая большинство компонентов для своего оружия, в том числе производства других стран. Кроме того, Москва хочет получить китайские боеприпасы». Прямая речь следующая. Россия пыталась и пытается получить от Китая боеприпасы. Она также пытается получить снаряды от других стран, где оказалось советское вооружение, в том числе от стран Центральной Азии. Вот эти все истории, они настораживают в том плане, что мы и так знаем, Россия, ну, по факту поставила свою экономику на военные рейки. Они производят достаточно большое количество вооружения, боеприпасов, всего остального. И они пытаются это все время усилить с помощью Китая, других стран, несмотря на санкции. В то время, когда мы очень сильно зависим от Европы, от Америки, от всего остального. Сможем ли мы в этом случае, вернее, давайте не так спрошу, что мы можем поставить, противоставить этому всему и этой истории, если у России таки получится завозить с Китая эти боеприпасы и вооружения? Это будет большая, серьезная проблема, но я думаю, это не получится. Я думаю, что Китай, одно дело поставлять в Россию товары двойного назначения, то есть Китай говорит, мы поставляем товары для мирных целей, а Россия их там уже использует как-то по-другому. Ну, какое дело. Совсем другое дело, если Китай начнет прям военный, прямой военный экспорт в Россию. Я не думаю, что они пойдут на это. И я думаю, надеюсь, что это не произойдет. Что мы можем всему этому противопоставить? Ну, очевидно, работать на международном поле для того, чтобы получать больше оружия от наших союзников. Ну, конечно, очень важно становиться хоть в какой-то мере самодостаточными. То, что Украина полностью, полностью зависит от наших союзников с точки зрения поставки оружия, боеприпасов, ну, это очень плохо. И то, что за два года мы не развили в должной мере свой военно-промышленный комплекс, хотя бы в какой-то мере, ну, в какой-то мере, которая была бы прям ощутимой, да, то это большая проблема. И мы об этом постоянно говорим. Понятно, что определенные результаты есть, но в то же время, когда я там слышу о том, что давайте там производите дроны, нам говорят, давайте будем производить дроны на дому украинцев. Ну, это немножко звучит странно, я скажу вам, потому что все-таки здесь должен работать военно-промышленный комплекс. Конечно, в Украине сложно, потому что, в отличие от России, у нас нет возможности бить на всю глубину территории России, да, периодически. Украина, слава богу, там где-то дотягивается дронами, совершает диверсии. Это, ну, супер, и наши ребята молодцы. Но это, конечно, несопоставимо с тем, что Россия может в любой момент фактически нанести удар ракетный по любой точке Украины. И, конечно, очевидно, что вот в последнее время их целью как раз является, предприятие военно-промышленного комплекса Украины. Конечно, это сложно в этих условиях развиваться, но сложно не значит невозможно. Необходимо это делать, у нас просто нет вариантов. И государство должно на это направить все свои усилия. Дабы вот этот международный блок закрыть, да, там, в какой-то степени, вы в своем телеграмме сообщили о том, что вы стали президентом комитета миграции и беженцев парламентской ассамблеи Совета Европы. Что это значит и что входит в полномочия, скажем, этого комитета, и как это связано с беженцами из Украины, которых сейчас огромное количество в Европе, и связано ли как-то в принципе? Да, ну, формально это избрание состоится через неделю, но уже политически оно согласовано. Парламентская ассамблея Совета Европы. И действительно, я был вице-президентом этого комитета в прошлом году, в этом году должен стать президентом комитета. Это важно, потому что, во-первых, там комитетов, собственно говоря, в парламентской ассамблее Совета Европы там меньше десяти. Во-вторых, президент комитета также сразу становится членом бюро Паре. Это, собственно говоря, ключевой главный управляющий орган парламентской ассамблеи Совета Европы. Что касается, собственно, комитета по вопросам миграции, беженцев и временно перемещенных. Действительно, для Украины сегодня это очень важная проблема. Миллионы украинцев, к сожалению, относятся к этой категории. Или внешне перемещенных, или внутренне перемещенных лиц, то есть те, которые переехали из-за российской агрессии, но остались на территории Украины. Или те, кто... Вы меня слышите? Да, я слышу и вижу вас прекрасно. Да, слава богу. У меня тут опять какие-то вызовы. Извините. Или те, кто был вынужден покинуть Украину. И для нас это очень большая проблема. Что это дает? Безусловно, на этой позиции я смогу поднимать тематику украинских беженцев и перемещенных лиц на европейском уровне. Что я обязательно буду делать. Решение, тут нужно понимать, парламентская ассамбляция этой Европы, она не может принять решение, условно говоря, давайте повысим выплаты беженцам в Польше. Нет, это право только польского правительства. Это польское правительство только решает, каким образом оно помогает тем или иным категориям. Но, например, чтобы не нарушались там глобальные права украинских беженцев, вот с такими вещами комитет может следить и эти вопросы выносить на рассмотрение парламентской ассамблеи Совета Европы. Поэтому, конечно, это важно и в этом направлении надо будет. Давайте теперь от Совета Европы вернемся к нашей Верховной Раде. И все следили очень активно, как могли, да, потому что трансляций нет. Вот там депутаты за вашим телеграм-каналом, еще несколько депутатов. У меня есть трансляция в моем ТикТоке, я веду трансляцию уже несколько месяцев. Да, и, кстати, Стефанчук сказал, что он вас еще и накажет за это, правда или нет? Да, да, они постоянно, раньше, когда я там информировал в своем телеграм-канале, они пытались принять какой-то закон, значит, целый закон принять, чтобы запретить информировать. Но обслуживание, весь мир становится открытым, а украинский парламент, знаете, к сожалению, из Верховной Рады Украины мы деградируем назад Верховную Раду Украинского Радианского Социалистичного Республики, где вот сидит какой-то человек, как Стефанчук Руслан, он ведет себя как такой, в плохом смысле этого слова, председатель колхоза в советских времен, и вот что-то пытается все закрыть. А сейчас на моей трансляции в ТикТоке он дал комментарий, что вообще мной должны заняться правоохранительными органами. Представляете, правоохранительные органы должны заниматься не коррупцией, а Минобороны, или в том же парламенте, где у нас там целый ряд депутатов, только вчера из СИЗО вышли. То есть у нас такое, знаете, читаешь новости, очередной депутат от слуги народа задержан на взятки, попал в СИЗО. Приходишь в парламент, а вот он тут. А как же, вроде в СИЗО, а уже оказывается залог унесли, вышел и уже назад. Украл, выпил в тюрьму. Вот примерно так это все выглядит. Так, оказывается, правоохранители должны не ими заниматься, оказывается, правоохранители должны заниматься мной, который ведет трансляции в заседании парламента. Ну, вот такая вот логика Руслана Степанчука и слуг народа. Да, вот, кстати, вот об этой тенденции я тоже хотела с вами поговорить. Она весьма пугающая. Почему? Потому что вот там уже начинают соцопросы проводить. По-моему, КМИС, если я не ошибаюсь, не так давно проводили опрос о том, что большинство опрошенных хотят вернуть трансляции Рады, хотят вернуть журналистов кулуары. Там, по-моему, 70% свыше. Не буду говорить, да, чтобы не наврать цифры, но тем не менее. Я вам срочно назову цифры, я смотрел. Вернуть онлайн-трансляции хочет почти 60% тех, кого опросили. А вернуть журналистов в Раду хотят почти 70%. При том, что часть там просто людей, которые говорят, ну, как бы, условно говоря, им все равно. То есть те, которые говорят, что они против, их вообще единицы. Да, и при этом все. У нас в пятой статье Конституции написано, что там жерелом Влада е народ. Я понимаю, что соцопрос – это не есть там какой-то юридически подтвержденное волой выявления народу. Ну, да, но тем не менее, что происходит сейчас с Верховной Радой Украины? Потому что мы видим, что она действительно, как вы сказали, становится более закрытой. Там начинают происходить какие-то вообще непонятные нам вещи, как с законом о мобилизации. Мы с вами об этом дальше поговорим, да. Но вот о самой тенденции. Чего нам, в принципе, ожидать на 2024 год от этой Верховной Рады? Ну, к сожалению, с этим руководством, с Русланом Стефанчуком, который вместо того, чтобы быть главой Верховной Рады Украины, стал секретарем главы Офиса Президента Украины. Вот, собственно говоря, ожидать нам как-то улучшений не приходится. Верховная Рада потеряла свою субъектность. Верховная Рада просто работает как нотариальная контора, которая штампует все то, что приходит с банковой или не с правительства. При этом еще и максимально стараясь закрыться от всех, не показывая, что происходит внутри. И это очень действительно плохие тенденции, совершенно неправильные, совершенно в неправильную сторону. Потому что все наши, вот мы только что говорили с вами о международной политике, вот есть то есть зла. Россия, Иран, Северная Корея. Но вот там парламентов нет. А все наши союзники, США, Британия, Польша, Франция, Германия, это все парламентские государства, где парламент играет ключевую роль. И никому из них вообще вот этот процесс непонятен. К этому деградации украинского парламента и украинского парламентаризма. Это большая проблема, и она, к сожалению, похожа в 2024 году только будет ухудшаться. В этом случае дело будет именно так. Но со своей стороны я буду делать все возможное, пытаясь и введя трансляции. Знаете, я вот в своей трансляции, я же на самом деле демонстрирую абсурдность того, что они делают. То есть они говорят, мы не можем вести трансляцию. Почему вы не можете? У телеканала есть Рада, которая получает из госбюджета 200 миллионов гривен в год. Это еще не считая национального телемарафона, который вам еще 2 миллиарда. И я со своим тиктоком бесплатно для всех показываю заседание. Почему вы не можете? Что вы не можете? Безопасность. Почему, может, вся страна живет в этих условиях, но будет воздушная тревога, прерывается заседание парламента, идут люди в убежище. В чем проблема? Почему это можно сделать везде, кроме одного здания на улице Грушевского, в котором это убежище есть? Поэтому буду бороться с этими тенденциями, как смогу. Но тенденция очевидна и деградация парламента и парламентаризма. Одним из путей борьбы с этим является то, что я собираюсь сейчас подписи за отставку спикера парламента, Куслана Стефанчука. Я считаю, что он полностью провалил свою работу, и это мягко сказано. Да еще не забывайте, тут еще есть один нюанс работы парламента, о котором тоже мало говорится. Вот у нас парламент в декабре заседал, по-моему, 4 дня. Если на 4 раза. В ноябре, по-моему, 3 или 4. Ну, примерно такие же цифры. То есть все. То есть больше... Ну, это и работой это назвать сложно. Почему же? У нас вопросов больше нет в стране. Нет ни о чем дебатировать, нечего дискутировать, нет законов, которые надо принимать. Нам не нужно решать... Вот вы говорите там, да, действительно ключевой вопрос. Демобилизация, замены наших военных. Все, эти законы лежат в парламенте месяцами. Я подал первый законопроект год назад, в марте прошлого года. Его даже не рассмотрели. И то, что там его отклонили, он просто не рассматривается. А при этом парламент работает 3-4... Заседания происходят 3-4 дня в месяц. Я считаю, что нужно гнать такого Глава Верховной Рады. А сколько подписей вам уже удалось собрать? Ну, вот, у меня, по-моему, 13 подписей на эту минуту собрано. А сколько надо? На 150. Очевидно, что без слуг народа собрать необходимое количество подписей я не смогу. Это очевидно. Но в любом случае, я считаю, сам факт этого показает, что все-таки отвечать придется, понимаете. И рано или поздно... Я еще, кстати, думаю, чтобы Руслану Стефанчуку не пришлось отвечать перед правоохранительными органами. Он о них так вспоминает. Нет, дело в том, что он конкретно злоупотребляет власть. И вообще-то, спикер парламента, у него не особо много власти. Он первый среди равных. Он, в принципе, по статусу такой же депутат, как мы все. Но он должен организовать работу парламента. Вместо этого он организовывает только свою личную какую-то активность. Работу парламента не организовывает. Вмешивается во все, во что вообще не имеет права вмешиваться. Например, формирование парламентских делегаций за рубежом. Ну, я думаю, что это еще к нему рано или поздно появятся вопросы у правоохранительных. Да, вот вам, возможно, не так долго придется ждать, потому что, я так понимаю, что с выходом без угла осталось всего лишь 9 депутатов в «Слуги народа» до распада монокоалиции. И, собственно, придется потом, наверное, новую коалицию формировать или как-то так. Так что, возможно, возможно, вы на правильном пути. Да, возможно. Ну, я думаю, что тут на это достаточно формальная вещь. Понятно, что этот парламент, вообще он уже исчерпал свой срок полномочий. Он работает дальше, потому что идет война. Только завершатся боевые действия, этот парламент будет переизбираться. Поэтому тут уже идти, уже считать отдельно. Ну, раз осуществляли Мариану Безубу, тоже, когда фракция «Европейская солидарность» не инициировала ее в отставку в Комитете над безопасностью, тоже казалось, что это невозможно. А теперь, похоже, что это и произойдет. Давайте о законе, который касается мобилизации, усиления мобилизации. Вот из того, что мы видели в социальных сетях, из того, что мы видели в публикациях, после того, как отправили на доработку в Кабмин, у меня тут два вопроса. Первый. А можно ли сейчас с тем уровнем провала, который был с первым этим Кабминовским законопроектом, что я имею под провалом, я имею в виду, скажу немножко грубо, но опозорились уже просто, как можно было и как нельзя было кардинально с этой недокоммуникацией, непонятными какими-то инициативами, которые туда внесли, и вот отправили на доработку. А в чем была проблема сразу провести консультации с депутатами, с людьми, которые могут это экспертно оценить, сделать нормальный законопроект и подать в Верховную Рату? Очень хороший вопрос, ответа на который у меня нет. Я считаю абсолютно то же самое. И не понимаю вообще, как можно так готовить такие ключевые. Это же ключевой вообще закон для страны. И в нем каждая норма – это жизнь, не судьба тысяч, а некоторые сотен тысяч людей. Просто вот судьба, жизни или смерти – вопрос. И к нему должно быть такое настолько выверенное, он должен быть настолько четким, ясным, понятным. Коммуникация его с обществом – это вообще отдельная история. Подать такой законопроект в рождественскую ночь, потому что подавали в рождественскую ночь, без какой бы то ни было презентации. То есть, почему его подает премьер-министр, это вообще загадка, и кабинет министров. Ведь по законодательству и Конституции Украины за мобилизацию отвечает президент. И по логике именно Верховный Главнокомандующий знает ответы на вопросы, кто нужен, сколько нужны, какие нужны, как это нужно делать. Он должен дать ответы на эти вопросы. А у нас какая-то уникальная ситуация, подает правительство. А вот сейчас Зеленский комментировал, когда Сула приезжал на совместной пресс-конференции. Он говорит, ну я знаю, что там депутаты что-то смотрели. Ну, тут как бы оно все, типа, как ни при чем. Как это? Ну ты же Верховный Главнокомандующий. И это твой напрямую вопрос. В общем, это все очень грустная история с этим законопроектом. По сути, как только он появился в ту рождественскую ночь, тоже как там многие люди, кроме сидел, ждал, там он не сразу появился текст, в том появился пропал. В том, там ночью, что я помню, около часа ночи, понесли текст, чтобы его читать. Я сразу сказал, что написал в своем телеграм-канале, что в таком виде его принимать нельзя. Там есть очень правильные нормы, там есть очень неправильные нормы, там есть просто сумасшедшие нормы, неадекватные нормы. Поэтому его нужно существенно даровать. Вообще, его даже не нужно было бы подавать как один закон. По-хорошему, должно было бы быть 5-7 разных законов, законопроектов, которые были бы поданы, понятных, ясных по каждой теме, которые были бы четко поданы, четко представлены, четко скоммуницированы, и это был бы наилучший вариант. Ну, подали так, как подали. Что будет дальше теперь? Ну, посмотрим. Я подавал альтернативный к нему законопроект. Кстати, это по поводу коммуникации. Когда его подали, коллеги и слуги народа, они даже отказывались комментировать его. А был такой момент, мне звонили журналисты, думаю, у нас все отказываются комментировать его. Знаете, это превратился в горячую картофелину, которую перебрасывают из рук в руки. Президент перекинул правительство, придется депутатам, те пытались военным. Ну, так не дело, так не должно быть. Я подал, я, чтобы не быть голословным, не просто, знаете, критикуя, предлагаю. Я подал первый же к нему, был альтернативный законопроект подо мной, и я конкретные нормы, которые, я считаю, нужно исправить, там написал. Это и демобилизация военных не после 36 месяцев, а после 18 месяцев. Это сохранение отсрочки для инвалидов, в том числе третьей группы. Это исключение антиконституционных норм о каких-то безумных полномочиях ТЦК, когда они могут просто остановить жизнь любого человека просто сами по себе. Ну, в общем, и так далее. Какая-то часть, были же дебаты в Комитете по нацбезопасности и обороны, кстати, правильно ставить вопрос, почему было эти дебаты не провести доходов, это уже бесполезно говорить. В рамках этих дебатов я там представлял свой альтернативный законопроект. Вроде как, Министерство обороны согласилось с частью наших замечаний, в том числе норм, которые у меня в моем альтернативном законопроекте. Посмотрим, в каком виде подаст Кабинет Министров, если это опять будет Кабинет Министров, назад этот законопроект. Ждем этого. Ну, пока из тех норм, которые я видела, вот учли то, о чем вы сказали, это 18 месяцев, это инвалиды 1, 2, 3 группы, но там... Нет, нет, я вас... Я, простите, я вас перебью. Ну, вы... Вы не можете ничего увидеть, потому что нет законопроекта. Он не подан на Министерство обороны обороны Абмина, Абмина его не подал в Раду. Это все посты. Да, да, я понимаю. То есть обещают, что это будет учтено. Да, какие-то слова. Какие-то слова. Но это слова, извините, как говорят, к делу не пришьешь. Поэтому здесь нужно увидеть, собственно говоря, сам законопроект. Да, я понимаю, что мы увидим текст лишь после того, как он будет подан. Но вот пока, да, о чем пишут там депутаты, как это должно выглядеть. Но там оставили вот эту спорную норму, которая... Или давайте так, чтобы быть корректной. Некоторые депутаты пишут о том, что, скорее всего, в новом законопроекте оставят норму о том, что люди, которые осуждены за не очень серьезные преступления, будут, значит, также мобилизованы. Но я знаю, что Залуженный выступал категорически против этой истории. И он сказал, что это не вариант. И вот идти таким путем это вообще как бы ложный путь. Как вы к этому относитесь и как вы считаете, надо, не надо? А я считаю, надо. И я, более того, тот законопроект не решает проблемы людей, которые находятся сегодня в заключении и хотят идти воевать. Среди них есть люди с боевым опытом, в том числе военные, в том числе тех, которые прошли АТО и, собственно говоря, российско-украинскую войну. Честно говоря, как гражданин Украины, ну вот смотрите, есть наши с вами сограждане. Да, они совершили преступление, да, они осуждены судом, да, можно даже преступление серьезное. Но они сегодня хотят идти воевать за свою страну. А это же их страна тоже. Это тоже их земля. Почему мы не хотим создать... И война это идет на выживание. Почему там, условно говоря, айтишник, танцор балета должен идти, взять в руки оружие и воевать, а человек, который, да, не знаю, принял участие в грабеже. Плохо очень. А почему он не должен воевать, если он этого тем более хочет? Ну, я считаю, что этим людям мы должны дать такую возможность. И да, мы должны еще и разработать какой-то механизм, условно говоря, для таких людей в перспективе какого-то поощрения, инвестирования, еще что-то. Да. Я считаю, что это приемлемо. Я считаю, что это нормально. Ну, мы не в том находимся ситуации, знаете, если бы это нас было 150 миллионов, а россиян 30, то, ну, может быть, мы могли бы игнорировать. Хотя, напомню, что Россия активно использует заключенных и в составе Вагнера, и Шторм-Зетт, и так далее. Ну, только у нас обратная ситуация. Их 150 миллионов, а нас 30. И в таких условиях игнорировать, я не знаю, даже пусть там 3-5 тысяч человек захотят из мест заключения пойти воевать. Так это бригада. Вместо этого мы их охраняем, государство их охраняет, кормит в тюрьмах, и они там просто сидят. То есть они идут воюют, если у них есть такое желание. В общем, я считаю, что это нужно делать, и более того, я готовлю соответствующий законопроект, и в ближайшее время собираюсь его подавать в духовную раду. принимается, и это тоже имеет место быть, но на этом всем фоне, не о заключенных конкретно, а о мобилизации. Нам вот очень много спикеров, это не к вам сейчас претензия, я думаю, вы понимаете, о ком я, рассказывают о том, что ты там не имеешь права спокойно жить в Украине, если ты там не перезываешься в армию, или вот ты должен сделать выбор, кто ты, либо ты идешь защищать страну, либо нет, и на этом всем фоне мы видим дело Гринкевича, допустим, и мы понимаем, что это же не один Гринкевич такой вот плохой, вот сегодня, допустим, появились публикации о том, что ГБР рассказали, на каком этапе находится дело Гринкевича, оказывается, там еще одно есть какое-то уголовное производство, он сейчас там в СИЗО находится, но это же не Гринкевич, да, пришел в госказну, взял оттуда полтора миллиарда и ушел с этим чемоданом, то есть это был ряд людей, которые заключали с ним контракты, подписывали, ставили, как бы, свое соглашение, пропускали далее, да, и это целая-целая цепочка, и на этом всем фоне нам рассказывают о том, как надо любить страну и ее защищать, я думаю, это не добавляет людям мотивации в плане защиты и всего остального, но также я и не уверена в том, что, допустим, тот же Гринкевич за это все ответит, и что нам с этим всем делать, как вы считаете? Мне кажется, что вы сейчас смешали немножко разные вещи, такой вопрос звучит, его задают люди, но мне кажется, здесь очень важно их разделить. Гринкевич это позор, и яйца по 17 гривен на обороне, и коррупция, которая там происходит, и, собственно говоря, я об этом много говорил с трибуны Верховной Рады, а слуги народа Резникова провожали стоячими овациями, когда его наконец-то после всех скандалов там увольняли, поэтому, конечно, это недопустимо, но нельзя, понимаете, если идти путем потому, я не буду воевать за Украину, потому что в ней коррупция, но тогда не будет Украине никакой, ни с коррупцией, ни без, здесь будет Россия, а Россия, которая будет совершать геноцид украинцев, как она это делала сто лет назад, как она это делает сегодня на оккупированных территориях, и нас просто всех убили, и наших детей, нерожденных, и внуков, и праздников, просто нужно это понимать, поэтому говорите, что вот из-за того, что в стране коррупция, и там в ТЦК коррупция, еще где-то коррупция, в Минобороне коррупция, из-за этого мы не будем воевать, но если бы так сказали люди, которые два года назад пошли воевать, у нас бы уже всех не было, поэтому это нужно четко, как мне кажется, разделять, защита страны, это конституционная обязанность каждого гражданина, однозначно, мужского пола, это четко определено, каждый мужчина, если он способен по состоянию здоровья, там есть, да, определенные отсрочки, есть причины, по которым человек может быть не призван, они есть, а в остальном все, и должны, это общее дело всех, а не только одно миллион людей, которые сегодня в окопах вытягивают на себе страну уже два года, они не не пятижильные, хоть мы там говорим, что наши воины стали, они не стальные, они живые люди, и они устали, они ранены, не истощены, морально, психологически, физически, многие, многие готовы воевать до конца, им честь, хвала, спасибо, но есть те, кого нужно отпускать, их нужно менять, поэтому я не поддерживаю все, нам безусловно, я признаю, что нам нужна мобилизация, и без нее мы не можем, мы ведем войну, и здесь нет сомнений, другой вопрос, я этот вопрос ставлю, я хочу понять нашу стратегию, когда выходит президент на итоговую пресс-конференцию говорит, нам нужно набрать еще 400-500 тысяч людей, я не понимаю вообще, почему мы начинаем с этого разговора, мы должны первые, а для чего набрать 400-500 тысяч людей, что делать, если по минным полям идти на бетонные укрепления россиян, там может не хватить и 500 тысяч, и миллиона не хватит, то есть какова наша стратегия, от нее нам нужно отталкиваться, неужели мы же не в средневековье живем, чтобы мериться числом людей, так у нас их еще и меньше все равно, чем у россиян, все равно их будет намного меньше, и сегодня для меня вопрос, тот же самый мужчина украинский, он где полезнее, а глобально, призванный с автоматом Калашникова, старым советского склада выданным с лопатой, который он себе копает в шею, или в том числе он нужен, этот мужчина, за рулем бульдозера, который строит линии фортификации и льет бетон, или он нужен на оборонном предприятии, которое производит снаряды и дроны, потому что если у нас ша армия, мы просто наберем людей, дадим им просто калаши, то толку от нее ноль будет, и ничего это не даст, нам нужна другая армия, нам нужна армия, в которой украинский военный отлично вооружен, экипирован, имеет боекомплект, имеет хорошую технику, качественную, и вот такой военный реально даст результат. И таких военных нам не нужно в тех количествах так много, но они действительно должны быть обеспечены абсолютно всем, а вот это задача государства. Вот этого я, к сожалению, разговора не слышу, а этой стратегии мы не понимаем, как ее сегодня видит наш верховный главнокомандующий. И вся история с мобилизационным, демобилизационным законом только еще раз это все показало. К сожалению, да, и как раз вот тут, почему я говорила об этом вопросе, потому что это вопрос мотивации людей, то есть если людям сказать четко, ты идешь в армию, но через там полтора года, да, на передовой, ты сто процентов попадаешь домой, ты получаешь вот такой пакет соцзащиты, вот это ты получаешь, когда туда идешь, человек понимает, зачем он идет, какие у него перспективы, понимает, что у него там есть отпуск, понимает, что будет ротация, потому что не может человек быть 18 месяцев на нуле, у нас есть такие люди, но это крайне тяжело на самом деле, а у нас таких подразделений целых, которые ни разу не отводили, должна быть ротация, должно одно подразделение отводиться, другое подводиться, и да, человек должен знать понятные, должны быть простые, понятные правила игры, вот вот у всех, и они должны распространяться на всех, вне зависимости от материального положения, от приближенности к власти, невласти, они должны быть одинаковыми для всех, это единственный способ, который обеспечит нам, действительно, когда каждый украинец будет понимать, что нужно делать, как им, и большинство, я уверен, при этом будут готовы защищать свою страну. Да, ну посмотрим, к чему мы придем с этим законом, спасибо вам большое за разговор, Алексей, Алексей Гончаренко, народный депутат Украины, был сегодня на Политеке, друзья, вам спасибо за то, что смотрите и поддерживаете, увидимся в следующих эфирах, а вы, пожалуйста, берегите себя.